Как оцените выступление якутских борцов? Кого-нибудь можете выделить? Ну, я, во-первых, хочу выделить и отметить тренерскую работу. Она видна, и то, что показали ребята здесь результат. Да, не было золотых медалей, но ребята со сравнением с прошлым годом очень хорошо прибавили. Это говорит о том, что есть хорошая положительная динамика, есть прогресс, есть рост. И ребята выступили, да, и в 70 килограмм, да, призером стал и 125, там Хабаров показал такую очень, не скажу, что такую каскад приемов, да, там, зрелищную борьбу. Но я хочу отметить те мужские качества, тот дух, характер, волю победы. Я бы ему золотую медаль дал. И за выход в финал у него тоже была спорная там ситуация. Я думаю, зрители оценят этот момент, эту ситуацию, где ведя 1-0, он был атакующим еще, там, то есть активность, и ему балл другому дали за пассивность ему. То есть я, как бы, мое мнение, что такого не было. Ну, факт и сяк, ладно, это судейские там были решения. Но то, что он показал здесь, продемонстрировал борцовский, бойцовский дух, это факт. И, естественно, заслуженно взял свою первую медаль на таком турнире. Я думаю, еще там есть работать, и, я думаю, он может и первым стать. Поэтому, опять-таки же, нужно работать и стремиться к победе. А так, в целом, очень многие остались без медалей, но, в целом, хорошую борьбу показали. То есть они на сегодняшний день конкурентоспособные, что очень важно, да, там, для того, чтобы завтрашний день, да, они могли уже бороться за медали. То есть нет такого сильного разрыва уровня, что там они где-то по 10-0 проигрывают. Нет, они на равных боролись с лидерами. Это говорит о том, что ребята имеют потенциал, перспективу, и просто так же, как работали, так же и нужно работать. Все, спасибо. Спасибо.